привет привет приветствую вас на моем канале вяжем на позитиве не только я очень рада что вы меня смотрите что вы зашли на мой канал сегодня мы с вами будем вязать ленивый реглан реглан этот вяжется очень просто я вот здесь вязала вам уже образец образец небольшой на детскую кофточку значит давайте расскажу как правильно нам вязать и как правильно нам разобраться с этим ленивым регланом значит я набрала 65 петель 65 петель 1 петелька у меня идет на соединение потому что мы вяжем в круговую 4 петельки у меня идут на реглан на сам реглан и остальные у меня идут по 15 петель на узор значит набрали нужное количество петель 65 соединили как соединять вы наверное знаете давайте я вам расскажу набрали нужное количество вот я здесь специально оставила что видно было набрали нужное количество петель данным в данный момент 65 петель 65 петель когда мы набираем цепочку провязали ее и нам нужно эту цепочку соединить что мы делаем мы с с левой спицы с левой спицы мы снимаем и перекидываем на правую спицу петельку и просто ее провязываем или делаем вот например у нас петелька лишняя наша мы ее провязали и перекинули на вот эту вот спицу и у нас получается что мы соединили наш ряд или еще можно сделать таким образом мы просто ее протянули из этой петельки мы протянули вот эту петельку и у нас тоже самое получилось соединение сложного ничего нет и у нас на спицы образовалась 64 петли таким образом что мы делаем дальше значит по 15 это наш узор который вы выберете и начинаем прибавлять значит 15 петелек мы провязали здесь у нас одна петля это у нас получается 16 петля мы с лицевой стороны с каждой значит со стороны 15 с лицевой стороны с каждой стороны слева и справа этой петельки делаем накид значит 15 петель провязали сделали накид здесь у нас одна петля и еще один накид и опять провязываем 15 петель вам лучше пользоваться маркером чтобы поставить маркера 15 поставили маркеры на 16 15 поставили маркер на 16 петлю и вот так вот вы разделили вам будет удобно потом маркера вам могут быть не нужны если будет узор не сложный и вот мы теперь и в каждом лицевом ряду мы про делаем накиды 100 и с другой стороны нашего не узора а вот нашего вот этого вот этого реглана вот этот узор он как есть 15 петель так он идет 15 петель он у нас не расширяется расширяется у нас только вот эта вот часть а значит если вы вяжете по кругу вы знаете какой узор подобрать который вяжется по кругу и прибавление идут только с лицевой стороны с изнаночной стороны вы закрепляете давайте я вам покажу как это делается так вот мы провязали 15 петелек вот видите у меня здесь я начинала с одной петли идет вот такое расширение вот смотрите мы провязали 15 петель и чик делаем накид и провязываем те петельки которые у нас в серединочке нашим узором или просто вот лицевой гладью как это делаю я я специально взяла лицевую гладь что было вязано вот мы провязали эти петельки сделали опять накид и у нас идут сейчас наши 15 петель и чик вот эти 15 петелек они не меняются провязываем их до следующего вот так вот мы их просто провязали или вы вывязываете узор какой вы придумали на эту кофточку провязали вот у нас опять идет прибавление прибавили сделали накид внутри у нас ничего больше не прибавляется накида не делаются они делаются только у нас по краям это получается вы накид делаете заканчивая 15 петель делайте накид и начиная 15 петель и чик вы делаете накид начинаете с одной петли потом у вас идет 3 5 7 и так далее и вяжите до такой длины которые вас устраивает который какая вам нужна единственное я же говорю что вам нужно вписать в это количество ваш узор вот когда вы ваш узор впишите тогда у вас будет вы видите опять мы остановились накидик и провязываем петельки в данный момент у меня здесь уже было 9 петель 9 рядов я провязала опять делаем накид и опять вот эти 15 петель здесь вы не ошибетесь это количество петель она у вас не должно меняться вот это вот серединка она не должна меняться но если например вам трудно то конечно ставьте маркеры чтобы не спутать где прибавлять где убавлять сейчас я вам провяжу это мы с вами провязываем лицевую сторону сейчас я вам провяжу чтобы вы посмотрели как надо будет провязать нам накид вот видите мы сделали накид это у нас сейчас идет изнаночная сторона в круговом вязании теперь мы накид если например у вас вот этот накид вписывается ваш узор то вы его просто провязываете лицевой у вас образуется дырочка если вам не надо чтобы дырочка была видите здесь вот слегка идут дырочки их не видно почти то мы их провязываем за заднюю стенку вот таким образом берем за заднюю стеночку и провязываем и у нас получается видите почти не видно такого такой дырки как в накиде уже не видно вот за заднюю стеночку берем и провязываем данный момент я провязала лицевой видите здесь аккуратно все ничего не видно и дальше провязываем наши пятнадцать петель чик вот так вот вяжется наш реглан сейчас я вам резюмирую как это все сложного ничего нет можете зарисовать схемку можете это кажется он как сложно да ну а в итоге когда начинаешь вязать ничего страшного нет это в любом вязание не только вязание реглана но я люблю вязать в круговой потому что ли я люблю без швов все так вот мы как раз остановились на нашем накиде ки вот наш накид значит берем это когда мы почему у меня так получается немножко нескладно потому что когда изделие маленькая то в начале всегда сложновато вязать потом когда она расширится естественно вязать будет уже легче петелек будет побольше уже в круговую вязать легче всегда когда количество петель маленькая то небольшая сложность изникает ну к этому привыкаешь страшного ничего не главное чтобы все получилось вот опять накид за заднюю стеночку вот в итоге что у нас вот такой вот мысик у нас получается он у нас будет расширяться и будет образовываться реглан почему его назвали ленивым потому что ничего высчитывать не надо просто вяжите и вяжите эту длину и эту ширину которая вас устраивает и все универсальный размер вот мы опять провязали эти 15 петель чик опять у нас идет изнаночный ряд получается и еще знаете как легко ориентироваться если например вот накиде к видео значит это изнаночная сторона здесь ничего прибавлять не надо вы этот накид просто закрепляете да а если его уже не видно накида значит это лицевая сторона значит здесь нужно делать накиды вот и вся арифметика так сейчас я довезу вам покажу что получилось так вот у нас еще один мысик вы можете узор вязать и в этих 15 ой извиняюсь и в этих 15 петельках и узор вы можете вывязывать вот здесь в этом мысике это уже зависит от того какой какую кофту вы будете вязать что вы хотите получить от этого реглана это все зависит от вас вот мы с вами провязали давайте я вам покажу что у нас в итоге получается сейчас я эту книжку уберу ну вот смотрите здесь я просто еще не закрепила чтобы не ориентироваться давайте уберем вот смотрите что у нас получилось вот он наш круг вот у нас идут вот эти вот ряды которые у нас идут по 15 петелечек да и вот у нас идут прибавление нашего реглана вот видите это идет регланчик у нас а это идут вот у нас такие штучки интересные красиво красиво ну что подписывайтесь на мой канал ставьте мне лайки пишите комментарии я очень рада что вы меня смотрите я думаю что я объяснила как вязать этот реглан могу повторить для тех кто не понял набираем нужное количество петель на одну петлю мы делаем больше потому что у нас идет закрепление и петельки которые мы должны вот здесь вот разделить мы их тоже включаем в набор наших петель потом делим на четыре одинаковые части наши петельки и начинаем вязать прибавляя с лицевой стороны по одной петле с той и с другой стороны вот этого узора только с лицевой стороны вернее но здесь в начале ряда здесь в конце и так у нас получается если мы по 2 петли будем прибавлять с изнаночной стороны идет у нас вот этот узор на расширение и образуется у нас реглан вот например если вы набрали 64 петли 65 получается да то мы здесь берем по 15 петель чик 4 петли на идет на расширение и 1 петля на скрепление и все и вы вяжете то что вам надо вот это для ленивый реглан если вы набираете количество петель большее то вы тоже сначала высчитать и разделите на четыре части сколько у вас получится вот по одной петле оставьте одну петлю на закрепление и пожалуйста вяжите тот узор который вам надо горловинка естественно зависит от того какой у вас размер вот это расширение тоже зависит от этого но все удачи вам вязание вяжите наслаждайтесь своим вязанием пусть у вас все будет хорошо до новой встречи пока пока